Всем привет и добро пожаловать во второй эпизод Спроси Bybit. Что же, перейдем к вопросам. Первый вопрос от пользователя Рэндал Ру. Он пишет, я видел раздел вопросов и ответов по стратегическим оповещениям в центре поддержки Bybit, но у меня остались вопросы. Будет ли инструкция по тому, как они работают? Да, конечно, очень хороший вопрос. Стратегическое оповещение в нашем мобильном приложении — это наша новейшая функция на мобильных iOS и Android, чтобы у покупателей был доступ к более продвинутой стратегии. Когда нужный вам настроенный индикатор или параметр обмена срабатывает, мы отправляем вам уведомления. Разумеется, в дальнейшем мы более подробно объясним, как им пользоваться. Этому будет посвящено больше статей. А также я начну новое, ну, что-то вроде шоу, где я в качестве ведущего буду задавать вопросы нашему продакт-менеджеру Биллу. Называться оно будет Bybit Product Chat, поэтому следите за обновлениями. Второй вопрос прислал нам Юис Тиран. Он спрашивает, планируется ли на Bybit ввести саб-аккаунты? Да, конечно. Думаю, что это мы выпустим в третьем квартале. Мы уже продолжительное время работаем над саб-аккаунтами, и мы хотим представить не просто обычную систему саб-аккаунтов, где есть главный аккаунт, саб-аккаунт и трансфер. Мы бы хотели, чтобы у саб-аккаунтов был свой паспорт, возможность распределения средств и даже система с мультитерминалами. Поэтому следите за обновлениями, в третьем квартале мы это выпустим. Замечательно. Теперь третий вопрос. От пользователя Эйла Эс на Ютубе. Она говорит, спасибо, что вы отвечаете на вопросы сообщества и пишет, что у нее есть проблемы с внесением изменений в ордер. По сути, со всеми изменениями, когда биржа нагружена. Планируется ли решить это в будущем или так задумано, что всю сделку ты настраиваешь заранее. Но на самом деле функцию редактирования ордеров мы запустили уже около недели назад на наших линейных бессрочных контрактах. На инверсных контрактах, очевидно, уже можно редактировать ордеры и вносить разные изменения. Также можно перетаскивать чарт. Все это доступно уже на линейных контрактах, поэтому пробуйте и оставляйте отзывы. Следующий вопрос от пользователя Бионотом. Он спрашивает. Привет, Бен. Ты больше любишь кошек или собак? Собак. Точно. У меня было две собаки, так что я выбираю собак. Как их звали? Кстати, одного звали Дэнни. Дэнни и Джои. Следующий вопрос от пользователя Мэл Смог. Он пишет. Как мне поменять местами позиции на бессрочном контракте USDT? На графике для этого есть удобная кнопка. Когда вы открыли позицию, на графике TradingView у вас появляется полоска. И там, в самом верху, есть небольшая закругленная стрелка. Жмете на нее и длинная позиция становится короткой, а короткая длинной. Посмотрите. Здорово. Следующий вопрос от C Drama Lover. Привет, Bybit. Мне нравится ваш интерфейс. Но какие-то вещи я не понимаю. Планируете ли вы в дальнейшем выпустить какой-нибудь учебный материал? Да, конечно. Вообще, мы планируем запустить образовательную серию Bybit в видеоформате. Там мы объясним, как пользоваться платформой, как размещать ордер, как редактировать, как эффективно пользоваться стоп-приказом, приказом фиксации прибыли, а также расскажем про нашу новейшую функцию общий фонд. Поэтому следите за обновлениями. Хорошо. Следующий вопрос нам задавали многие пользователи. Пользователь Иготиц спрашивает на Лопез. Вопрос следующий. Когда мы добавим больше валют и активов на бессрочных контрактах USDT? Будет ли эфириум USDT, XRP USDT, EOS USDT и так далее? Сейчас мы рассматриваем третий квартал. Поскольку линейные контракты все еще находятся в стадии беты, мы уже давно проводим тестирование и привели линейные контракты почти что в такое же состояние, как и инверсные. Но каких-то функций там все еще нет. Например, калькулятора и так далее. Но когда мы с этим закончим, наверняка мы добавим еще несколько пар. Сейчас мы само собой рассматриваем эфириум, наверняка биткоин кэш, лайткоин. Многие просят добавить чейн линк. Это мы скорее всего добавим в третьем квартале. Здорово. И наконец, последний вопрос от пользователя ESN Rabi 2. Дорогой Байбит, будет ли возможно сохранять функции графика цен и индикаторы? Да, это еще одна функция, которая у нас была в инверсных контрактах, но в линейных пока нет. Скорее всего мы ее запустим через две-три недели. Она уже в процессе, мы над ней трудимся, поэтому следите за обновлениями. Спасибо большое, Бен, и спасибо вам большое за просмотр. Вы смотрели «Спроси бы обид». Спасибо.